Все мы любим, когда у артистов выходят коллаборации, это всегда притягивает повышенный интерес к песне. А особенно если у исполнителей когда-то был конфликт, или они работают в совершенно разных жанрах. Либо оба давно ничего не выпускали и тут решили навести шороха в медийке. И вот ты слушаешь песню, на фитах никого не указано, но отчетливо слышишь, что внезапно появляется новый артист в песне. Такое тоже не ново, так любят делать крупные артисты, выпустившие новинки. Самые свежие примеры Астра Ворлд от Трэвиса, Донда от Канье, а в Утопии Трэвиса Скотта изначально не были указаны фиты. Это прикольный прием, чтобы слушатели гадали и спорили, а чей же это голос, а кто же там на бэках, а кто на припеве. А потом зайти в Джинниус и или опровергнуть, или подтвердить свою теорию. Но бывает так, что на фите никого нет, артист один. Просто из-за его невероятного вокального диапазона, он может создавать новые голоса, совершенно не похожие друг на друга. Тембр, да, как будто вообще другой человек. Представляете, насколько у него технический арсенал, сколько у него флоу в запасе. Таким образом, песня запоминается. Голос превращается в настоящий музыкальный инструмент, которым ты управляешь как хочешь, задавая выбранную тональность. Да и проценты с другими исполнителями в песне делить не нужно. А то Ван Френдли Так совершенно устал делить проценты. Кстати, насчет голосов. Иногда во время записи видео на исходники попадают чужие голоса. Либо хочется заменить их. На помощь придет крутейшая программа Filmora 13 от Wondershare. Хотите знать, как улучшить ваше видео? Благодаря понятному интерфейсу, монтаж видео становится невероятно удобным. Но по-настоящему крутым программу делает помощник ИИ Copilot. Он анализирует ваше видео и предоставляет интеллектуальные рекомендации, адаптированные к потребностям. Например, при записи дорожку загосячили по шуму. Filmora вырежет весь шум, щелчки и другие артефакты и сделает дорожку слушабельной. Мне как ютуберу, Filmora помогает обойти авторские права на ютубе. Я постоянно перезаливаю разные варианты видеомонтажа, поскольку ютуб распознает песни. Но благодаря Filmora можно об этом забыть. Он заменит трек на схожий по звучанию и настроению видео. Может даже сделать озвучку одним из предложенных голосов. Генерируйте или перерисовывайте видео, фотографии или звук и раскройте новый пик творчества с помощью заранее заданных шаблонов и эффектов ИИ. Для человека, связанного с созданием контента, Filmora 100% must have. Скачать программу вы можете по ссылке в описании. И в этом ролике мы поговорим о тех рэперах, которые имеют в своем арсенале множество голосов. И круто ими управляют. Их треки становятся разнообразнее и интереснее. Поехали! Брат, братан, братишка, когда меня отпусти? Игорь начинал под псевдонимом Lowrider. Вместе со своим верным товарищем Стасом, Слипа не спи. Йоу, запомни, смело страхует ТД. Законным путем быстрее найдешь себе смерть. В то время было популярно подъездное звучание. Underground и вся эта движуха. Но, к сожалению, творчество ребят было неконкурентно способным и осталось незамеченным. Новая школа все громче и громче пытается заявить о себе и своем творчестве. Их биты были вдохновлены южным рэпом США. Темы песен также отличались от андеграунд-исполнителей. Тачки, девочки, развлечения, самовосхваления, понты. Само собой, большинство устоявшихся рэперов смеялись над ними. Называли клоунами в колготках. И вот как раз таки на волне этого противостояния зарождается проект Big Russian Boss. И вся мифология, якобы босс, богатейший OG прямиком из Майами. Главным вдохновителем босса был Рик Росс. Он обладает низким голосом головореза. Ему не нужно придумывать запоминающихся фраз для своего одлиба. Ему достаточно усмехнуться. Изюминка для каждого трека есть. У Big Russian Boss получилось настолько хорошо спародировать манеру рекросса, что этот низкий голос принес ему десятки миллионов рублей и славу на весь СНГ. Этим голосом он способен читать рэп, вести шоу. В жизни же у него совершенно другой, даже высоковатый голос. Да, если грамотно все делать, то может 10 лет, может и больше. В компании, ну ты сидишь-то где-то, если кто-то так смотрит, приглядывается, потом раз улыбнется, все. Одно дело просто спародировать голос, изображая кого-то пару секунд. Другое дело вести часовые эфиры, исполнять треки. Это огромный труд. После успеха босса у него было множество подражателей. Так, Cloud Money, известный битмейкер, пародировал босса, записывал клипы. Боги финансов на фондовом рынке, доверим-ка, счастлив, разбил свинку, копилку. Даже выступал на баттлах под ником BigRussianBossJr. BigRussianBossJr, человек из стали. Ты насмотрелся Версуса, думал, что ты топор. Но у тебя, как у Нойзи, перед баттлом был запор. Надеемся, что мы еще увидим и услышим новый Prime от BRB. У плейбой карти есть две крайности. Первая, не выпускать ничего годами. Вторая, выпустить пятилетнюю норму клипов всего за две недели. На странных, никак не монетизируемых площадках. И вот вторую крайность плейбой карти мы сейчас наблюдаем. А еще услышим, что Джордан вошел в новую эру своего творчества. Теперь он читает Deep Voice, то есть низким голосом. Им он стал очень похож на Фьючера. Карти удивил новым стилем на альбоме Утопия в песне Fane. Фаны сначала думали, что это или Фьючер, или Шеквейс, чьи голоса довольно низкие. Но оказалось, что вокальный диапазон карти позволяет делать ему Deep Voice. Помимо Deep Voice у карти есть всеми любимый Baby Voice. О котором заговорили во всеуслышании после трека Киткаде, где карти звучит, будто ребенок. Этот слив породил целые жанры. Создал карьеры артистам. Также у карти есть обычный дефолтный голос, которым он читает на той же Магнолии. По Эдлибам и интервью Джордана слышно, что от природы у него довольно высокий голос. И Baby Voice был логичным ответвлением его творчества, чего не скажешь о Deep Voice. Это было настоящим удивлением. У Андрея очень уникальный высокий голос. Звучит как голос подростка, который ломался-ломался, но так и не сломался. Кто-то сравнивает его с Микки Маусом. Но для музыки такой голос необходимая вещь. Все же круто иметь запоминающуюся, ни на что не похожую подачу. Настолько высокий голос подарил Токсису еще одну фишку. Когда он делает голос грубее, он изменяется кардинально. Становится похожим на настоящего Гигачада, Алифача или Оуджи Буду. Кто-то мог подумать, что он просто не скопичит свой голос в программе и получается такой альфа-голос. Но нет. Токсис много раз показывал способности своего голоса на разных интервью, кружках и так далее. В течение одного трека он может много раз менять свои голоса. Это вносит существенное разнообразие в песне. Люди, кто в первый раз слышат Токсиса, могут подумать, что на треке «Гость Оуджи Буду», но нет. Это солен трек Токсиса. У рэпера Дидиджи обратная ситуация в сравнении с Токсисом. Его реальный голос невероятно глубокий, жесткий. С таким голосом ему самое место в дриле, но артист выбрал трэп и мелодичные песни. То есть на всех интервью, в треках он как бы пищит, делая свой голос мягким и слушабельным для восприятия. В жизни же у него голос, словно человек страдает раком горла. На западе его настоящий голос произвел фурор, и интервьюеры просто не могут обойти этот момент незамеченным. Ну и как же такая подборка без величайшего Сидо-Джи Дубащита? У него, наверное, самый широкий вокальный диапазон среди всех участников этого видео. И имея от природы довольно высокий голос, Который вдобавок наделен отличными вокальными скиллами, Рэперский голос Андрея – это что-то с чем-то. Выбрать маску Гоблина было отличной идеей. Все же такой жесткий голос не соответствует человеку. Это будто голос монстра, прямиком из ада. Забыв про Сидо, развивая проект «Эт Найс». В 21-м году Андрей вернулся к Сиду, продолжая линию жесткого, бескомпромиссного техничного рэпа. В 23-м году на своем новом альбоме «Burning Man» Сид, кажется, нашел идеальную формулу совмещения своих R&B и хоро-рэп сторон. Эти переходики между голосами на одном треке делают песни качественными, самобытными и запоминающимися. Ну а каких артистов, способных менять голоса, вы еще знаете? Напишите имена в комментариях. Если вам понравился ролик, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok